Всем привет! На связи команданты Алехандро Боливар, который ведет Великую Колумбию к тому, чтобы стать, собственно, великой. Потому что пока как-то не очень. Ладно. Будем пытаться так. Если кто случайно наткнулся на это видео, на эту серию, начните смотреть сначала. Ссылка на первую серию есть в описании к этому видео, либо в верхнем правом углу появляется. Ну и спонсоры канала видят все серии сразу. Во вкладке «Сообщество» переходите, смотрите. А я продолжаю. У меня тут война с Польшей. Я, кстати, рад, что она мне объявила войну. Очень неплохо заодно юниты можно попрокачивать. Вот мне очень нравится, что румын хотел сказать опять. Рим ставит тут город. Я поставил закрытый. Мне кажется, он сейчас поставит вот здесь прям город. Он просто лишний. Он не нужен на самом деле. Я этот город уничтожу, потом когда буду захватывать. Но это лишнее действие, понимаете. Он просто тут очень плохой. А комп его поставит. Так, давайте начнем с обстрела капера. И еще 50 золотых. Точнее 40. Так, тут отъедем. Будем лечиться. Лодь, я думаю... Ну, да, как бы она и не берется с одной стороны, а с другой стороны тоже говняный город. Нафига он мне. Абсолютно не нужен, по-моему. А нельзя обратиться к Риму, попросить его город не ставить? Это вообще возможно? Нет, видимо, когда он должен сюда поставить, надо попросить, чтобы он не ставил. Да, это не совсем... Не совсем то. Давайте, наверное, мечника апну. Хотя у меня пока не стоит. Ну ладно, два хода подождем. Ну, поставлю карточку, чтобы апать юниты. Мне надо еще и вот этих ребят апнуть. Так, вот переключить не забыть еще. У меня еще два универа как-то надо построить. Так, тут продолжаем летучие отряды фигачить, которые потом в Льянеро превратятся. Да, и мне надо как-то... Я рыцаря повел, но я не знаю, какой бы мне тут юнит рыцарем убить. Надо было, конечно, какой-нибудь польский убивать. Рим ко мне караван их отправляет. Интересно. Так, лесопилка. Здесь лесопилка. Здесь, конечно, хотелось бы Тоже ферму, чтобы тройничок такой был. Но надо... Тут, конечно, вот это еще обработается. Но мне сейчас деньги нельзя тратить на покупку клеток. Поэтому... Ну, тут, видимо, сделаю шахту чуть позже. Еще один континент нашли. Богата уже может не расти. Горшочек не вари. Но тут мало клеток все равно. Эти производства вообще не... Очень, очень мало, я бы сказал. Вообще, мы сможем университет купить следующим ходом, да? А не следующим? Через ход. Тут 9... Может, мне тут стены лучше построить в Куэнке? Или летучий отряд еще. Или квадрирему, блин. Я бы, конечно, поставил на самом деле на апгрейд и плюс 100 производства морских юнитов. И вот здесь бы... Мне кажется, здесь вполне возможно позахватывать польские города морскими. Ну ладно, летучий отряд пока. Ну давай, ставит рим-город. Неужели он поставит город? Ну серьезно. А я уверен, что компьютер может поставить... Нет, мне не нужна несовместная война с матерьшем. Не продажа... Селитры, извините. О, Польша уже мир хочет заглянуть. Давайте пока нет. Не поставил. Ты смотри, отлично. Неужели немножко мозгов добавили к компьютеру? Не ставить города вообще во всяком говне. О, еще и японец. Ну, короче, там Америку пилят. Австралия с Японии пилит Америку. Арбалетик тут. Ну, не знаю, может и не стоит морские ю... Ну, тут как бы Польша никакая, по-моему. Давайте тут отойдем. Апгрейд, значит, стоим, ждем, когда карточку поставим. Следующим ходом. Тут осадную тактику откладываем на книгопечатание. У нас будет тут два универа. То есть вот тут через три хода один. А второй я куплю в Картахе. А, я бы даже, по-моему... Нет, там, по-моему, 540 он стоит. Не, могу уже купить. Давайте глянем, где он дольше строится. Мне бы производство показывать, на самом деле. Семь ходов. Тут вообще только еще кампус. Десять. Может, все-таки в Коинке лучше купить. А тут построить. Покупаю универ. И давайте, наверное, в Хатусу добьем, чтобы наука... Так, как там наш пингало? Можно назначать уже. Найду ту сволочь, которая мне его выкинула из города. Ножки поотрываю. Будет гусеничкой такой ползать. Слушайте, тут уже все пообрабатывано. Вот, например, хом тут можно обработать. Летучий отряд. Может, все-таки универс строить? Сколько у меня летучий? У меня там летучий отряд. Нет, давайте, знаете, что тут я... Блин, бомбарды уже дорого было. Катапульты. Вообще, я, когда апну катапульты, я смогу бомбарды... Смогу катапульту строить просто. Это не совсем то, и у меня много селитры капает. Блин. А, ну я отложу на один ход и летучий отряд здесь построю после следующего хода. Так, а в Китеном... Что строить? О, тут университет 5 ходов. А как бы тут, наверное, водяную мельницу стоит сделать, чтобы увеличить... Так, что-то залучено. Еды надо больше, понимаете? У меня тут как бы... Вот тут надо эти клетки обработать для Кита. Мне надо до 7 его вырастить и коммерческий район построить. Так, этого мы переносим сюда. Вдруг высадится... Поляк, и можно будет кого-нибудь убить. Ну вот тут, блин, тут у меня квидок будет. Вот эту клетку надо обрабатывать, наверное. Но я все забываю, что когда апаешь юнит Боливии, он еще ходить может. Конечно, тоже офигительная способность. Перс. Большая честь познакомиться с Персом. 7, 8, 9, 10. 4, 5. Еще пятерых не встретил. Что там у Перса с ресурсами? Слушайте, у меня есть черепахи и серебро. Я, видимо, с кем-то торговал и закончилась торговля. Надо заново. Вот я бы с японцем поторговал. Черепаха у него есть. А мрамор? Да. И у кого может не быть черепах вообще? Кри. У Кри нету черепах. Отлично. Ух ты, у меня прям дофига денег хочет давать. Все, зашибись. Счастье немножко. Всем даром. Получили. Так, в Картахене. А, я решил отложить, да, на один ход. Ну, все, заканчиваем. Какие-то, блин. Банальные вещи мне, Перс, решил поговорить. Так, сутую Софию. Ну, он любит, когда, по-моему, и армия, и вера, что-то есть. Да, вообще, глянуть надо, там написано. Тут что-то постоянно засуха происходит. Соседство промышленной зоны, центра коммерции. Так. Соседство промышленной зоны ставим вместо рабочих. Здесь, во-первых, 50% скидка в стоимости улучшения юнитов. А, во-вторых, я вот думаю, все-таки ставить мне на морские юниты или не ставить. Хочется там в сторону Польши построить немножко флота. Ну, а мне внутренние пути придется убирать. Нет, давайте пока нет. Давайте пока построим. Мы лучше кавалерию построим, а потом уберем... Карточку с кавалерии и поставим на морские пути. Так. Ага, денег. На что я в прошлом ходе денег так много потратил? А, на универ. Что ты? Так. Надо куда-то... Навер... Я бы, наверное, к охоке отправил... Магнуса. О, у нас тут нуля еще. Это ж на нашем континенте, она, да? Или нет? А вот только что обменялся с ней столицами. Где ее столица? А, во. Да, наверное, на нашем. Ну, отойду сюда, разграблю черепах. Так, ну, нам надо катапульты апгрейдить сначала, так что начну с них. Блин, денег нету. Мне реально надо караваны посылать в Австралию. Когда мне тут закончится? У меня скоро уже Лионера будет, а денег их... Нафига я универапал? Я не знаю. Ну, может, объявить войну Риму? Ну, я как раз рыцаря прокачаю. Кто с Римом воюет? Ну, венгр точно воевал? Блин, они мир заключили. Ну, блин. Кто-то он тут... Стал тусить всячески. Ну, мы бы юниты заодно... Ну, правда, тогда Хатуса отвалится. Я имею в минус по науке. Нет. Это не стоит. Нам надо в Лионера выйти, и как бы тогда можно о науке не беспокоиться. А пока мы туда не вышли, нам надо... Нам нужна наука. Соответственно, мы не можем воевать с Римом, потому что он с юзерен Хатусы. Печаль. Так. Гильдии открыли. Ну, в просвещение пойдем потихонечку. Потом меркантилизм. У нас, наверное, великого торговца без шансов получить особо. Ну, сначала просвещение, а потом уже наши асьенды. Крутые. Мы будем все фермы, похоже, заменять асьендами. Так, собор святой Софии, засуха, банковское дело ускорили. А мониторы встретили. Сколько еще в этом веке? Шесть ходов. Блин. Я в нормальный век, скорее всего, выйду. Вряд ли я успею в Лионеру. Даже если успею, то... Не хватит мне. О, этот у нас хочет железо купить. Да почему нет, кстати? Право прохода. Надо ли мне право прохода от него? Давайте, может, мы ему даже 20 продадим. Мне сейчас железо... Мне железо точно ни на что не надо. А вот деньги нужны. Так, 150 много. 140 много. 130 норм. Так, немножечко появилась денюжка. Поставил все-таки... Нет, не поставил. А что тут тогда? Ну так, границы у него увеличиваются. Наводнение в Риме? Ущерб этот... Блин. А жаль. Так. Садная тактика завершена. Книга печатания. Давайте пока массовое производство. Потому что следующим ходом будет ускорено книга печатания. Ну что-то, наверное, летучий отряд тут лечится. О, что это тут за иудеи к нам прибыли? Казнить еретика! Ха-ха! Так. Денюжка сейчас будет капать наконец-то. Золото. Что-то в Стокгольм пишет больше всего. Но нам, конечно, надо к Австралийцу отправлять. Причем из морских, вот из этих прибрежных городов, скорее всего. Давайте смотреть. Из Каракаса... Ну-ка, что максимум у нас 16 получается. Так. 1, 2, 1, 2. Все, 1, 2. Из Каракаса... Из Кито... Из Картахены... Из Бариноса... Давайте из Картахены, наверное. Этого отправим. Ну, жалко деньги тратить, пока не хочу я выкупать клетки. Че, я хочу выкупать клетки, но не сейчас. Слушайте, а может мне уже хватит? Смотрите. У меня всего летучих отрядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять тысяч. Ну, два еще строится. Девять всего летучих отрядов. Мне кажется, для Лионеро этого выше крыши. С их бонусом за соседство. Так что, да, наверное... Хотя еще три хода. А, ну, у меня нету... Как раз... У меня нету... Лошадей. Поэтому пока... Завязываем. Где один военный лагерь построим? Хотя бы. Хорошо, а что с промышленной зоной? Вот тут два. Ну, надо, давайте вот тут строим. Блин. Выкупить надо. Денег нету. Ладно, давайте квадрилему построим. Пару квадрилем не помешают. Ну, вот и что тут обрабатывать. Блин. Ферму может еще сделать. У меня реально уже все клетки обработаны, какие возможно. Остальные покупатели... Ладно, пускай просто постоят рабочие. Блин, это здоровье, и тут здоровье. Мне нафиг надо грабить. А польские караваны есть? А если найду? Знаете, я бы, наверное, уже этой каравеллой возвращался, потому что будем воевать с Римом. И мне понадобятся и морские... юниты тоже. Похоже, тут можно будет кругосветку сделать, мне кажется. Водяная мельница в Кито, отлично. Ну, еще два жителя, конечно. Давайте в универ. Как вы можете с такой кучей долгов жить? Можем? Слушайте, а что-то я не вижу, а где я вообще коммерческий район строю? Можете сильно помириться? Она не хочет ко мне лезть, даст мне вон 16 золота в ход. Виноградик. Почему нет? Ладно. Сама она полезла, главное. К сожалению, больше я не могу ни на чем там прокачаться. О, Япония захватила Нью-Йорк. В принципе, да. Я, наверное, больше не буду строить. Летучие отряды можно и продать. О, кого встретил? Нанмадоу. Какой-то кризис, в котором я не участвую. Японец там захватил какой-то город-государство, и против него ополчились... Так. Книгопечатание открыли. Ну я... Давайте массовое производство дооткрываю, чтобы верфи можно было строить. И пойдем в военную науку. Кстати, мне бы еще вот этого мечника апнуть, мушкетера, я совсем забыл. У меня же стоит еще эта карточка, да? И, наверное, все-таки в башню. Я думаю, что... Видите, у него тут древние стены стоят, так что он сработает, башня с мушкетером. Нормально. О, фига себе. Слушайте, мне вот этого парня надо... Там 50% стоимость. Так я сейчас денег могу получить вот с этих летучих отрядов. Сейчас поставить кучу юнитов вокруг него. А где еще у меня генералы? Значит, этот плюс 4 к боевой мощи, этот плюс 7 к боевой мощи наземного тоже вполне. А вот этого оставить просто, чтобы он действовал. Боже, у меня такие будут юниты. Мега. Мега зупа-дупа. Но, опять же, это плюс к 7 наземным юнитам, только те, которые в его радиусе находятся. Я так понял, это работает. Мне надо расставить моих 9 летучих отрядов. В радиусе. Так, значит, из картахены. В перд. Нет, в камберу больше производства. 4 хода. Ну, давайте, наверное, уже не будем пытаться... Наверное, давайте в темный выходить. Я и так, кстати, был в темный. У меня есть темного в темный. Норм. Но следующий уже будет точно героический, потому что... Мы планируем Рим забрать. А это кучу очков даст. Блин, может, не плыть пока дальше? Никого не встречать? Давайте подождем. И тут у нас один посол. Пока бережем. Универ. Библиотека готова универ настройить, а промышленная зона тут... Ну, блин. Мне придется сюда ставить. Конечно, плюс 2, но тут такая разница. Ее не очень хочется. Понимаете, настолько... Настолько плохое место, что я за каждый ресурс... Каждый ресурс мне важен. Настолько мне не хочется их вырубать. Никакой из них. Где я коммерческий район поставил? А, во. Ни хрена себе. Так, ну тут рынок. Блин, за что мне сейчас очко дали? А, торговый путь закончился. Блин, сейчас я, наверное, выйду в нормальный век. Серьезно, на шотландец какой-то отмороженный. Какие-то требования неадекватные. Четыре хода. А мы, кстати, в промышленную эру выйдем и нам дадут очки за это. А так... А, три хода. Хм. Может, пока и норм еще. Так, раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь и девятый вот строятся. И используем тогда генералов. Надо будет еще что-нибудь поставить. Кир объявил войну Японии. О, у них там, короче, войны вообще вовсю идут. Это мы тут отдыхаем. Так, в Австралию. Канберу. Из Каракаса, видимо. Или из Кито. Из Каракаса давайте. Кстати, еще вот этих можно будет апнуть во фрегатов и к Риму поплыть. Четыре хода до войны. Я бы вообще верфи строил. Из Каракаса давайте. Ага, вот здесь мы его используем. Надо вообще всех... То есть, как это вообще будет работать, мне вот интересно. А, он одному только? Господи. Ну, и что это за... Да, это, конечно, говнина. Ладно. А я думал, так, сейчас золото получу. Ладно, какой у меня из них... Не, я бы, наверное, его оставил тогда. Мне надо кого-нибудь одного использовать. Хорошо, тогда... Вот этого, наверное. Плюс семь. Боевой мощи наземным юнитом. Просто. Мощно же будет, мощно. А, почти он одному дает. Так, слушайте, так это... Он одному дает? Точно? Ладно, мы это проверим. Я сделаю сейф на всякий случай. Если это все дается одному юниту, то это просто... Ну, какое-то так себе. Ну, какое-то так себе. Так, пока больше обрабатывать нечего. Держим про запас. Клетки выкупать не хочу. Так, тут мы тоже никуда не двигаемся. Здесь можно. Я не думаю, что мы кого-то можем встретить. Просто исследуем, какая тут территория. Союза с Кристиной истек. Давайте заключим. Я бы... Давайте заключим... Военный. Попробуем ее втянуть в войну. Блин. А, одноразовый. Одноразовый нормально. Так, у меня два серебра и два меда. Надо с кем-то торговать. Попробуем втянуть ее в войну с Римом, конечно же. Два сахара. Блин, а что-то с меня начали деньги-то. Так, давайте посмотрим, кто не будет требовать с меня денег. Я, понимаешь, ресурс сдаю. А он вот такой жадный. Венгр. А, в супе какао есть. Меха. О, наоборот платит. Вот это я понимаю. Вот это приятно торговать. И пряности с Америкой. Америка, правда, немного денег дает. О, Пингал у меня еще. Видите, у меня сразу... Реально было шесть ходов, а стало четыре хода. Мне Пингал вообще эти два хода науки дает. Просто вот своей способностью. Да, с Кри, наверное, стоит дружить. Меняем на... Так, улучшение стоимости юнитов, наверное, пока не надо. Хотя три хода... Сколько мы будем открывать? Нет, значит, оставляем. Это мы оставляем, потому что у нас через три хода апгрейд в Лионера, а у нас нету... Не откроем. Вот принудительная вербовка. Ставим на морские юниты. Это да. Пока так. Из Каракаса мы отправляем в Канберрон. Так, сейчас я проверю... Дайте, я похожу всеми сначала, и потом проверю вот эту способность Мануэля Пиара. Нет. Да. Да. Нет. 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 почти а фрега тыш не открывал на еще нет потом ускорим пускай тут пока стоят тут не хочу дальше двигаться в кита универ давайте шпионов будем науку где-нибудь тырить кстати мне вот тут надо разведательное управление после мастерской ну и что тут дохнут рыбу надо выкупать для блин вообще нету клеток она пока верьте начну тут надо меня караван бегал поэтому ой вот и так я сейчас сохранюсь просто я не хочу терять этого генерала если он дает только одному юниту плюс 7 если он вокруг себя дает плюс 7 это другое дело совершенно да только этому ну нафига ну как бы плюс 7 конечно круто но одному юниту круче когда эти генералы как ты используете то есть вот эти все их способности этот дает плюс 4 боевые мощи юнитом ближнего боя а в пределах двух клеток вот это нормально да а этот вот одному дает и этот одному дает ну и смысл загружу сейчас следующий вопрос у меня возникает хорошо а вот этот плюс 4 боевой юнитом ближнего боя это считается и мои то есть любые не стреляющие юниты или чисто дуболомы ну типа вот мушкетеров поэтому давайте еще вот это проверим у меня все ходят да давайте его попробуем плюс 4 к боевой мощи юнита ну-ка так у этого не появилось что-то вообще помню ни у кого не появилось за атаку с флангов есть ладно подожди а так может тут переключиться до плюс 4 боевой мощи сантьяго марине у этого парня есть а у конных я так понимаю нету то есть это чисто да это чисто рукопаш то есть дуболомом рыц этим дуболомом мечником мушкетером вот это вот ну тоже так странно ладно гружусь снова итак потестили генералов не так круто как хотелось бы конечно не работают возможно кстати где-то они же как-то рандомно выпадают их там штук 7 по-моему они не все выпадут получаются великой колумбии и наверное где там есть генерал который дает всадникам бонусы вот своей этой что-то там какие-то войны начались троян объявил войну наске но он катил вот с этими юнитами он будет ее очень долго колупать так что удачи мне два хода до моих сурси ну я может выдавь все-таки в темный век хотелось бы потому что я тогда точно вот видите сейчас меня даже в нормальный век не получилось добраться а так я точно в героический был я думаю мне кажется что есть не сурим своими ян ирон ако Turn 4 ион в гейте ион где ляня ирон люди 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 улицу о тут уже производство стало капать а что это я открыл почему в на at нас ки производства пошло играй после открытия массового производства а где-то нас массовое производство ладно а вот да что как будто вообще стремится но очень хорошо что я зашел наконец-то барин теперь офигительный город становится и вот эти все пустынный наверно буду баре пусть а может не передать одну клетку коэнки конечно в коэнки тоже надо поделать она тут один ход еще подождем я думаю не умрет коэнка совсем уж и мне бы кстати после военной науки я наверно пойду в баллистику опну моих отмороженных арбалетов блин просто будут настолько мощными так стоим тут тут контролируем какие корабли есть у рима пожалуй не поеду боюсь сейчас кого-нибудь встречу нас один ход остался следующим ходом уже новая эпоха будет обманул рим видите но пошел в жопу вот честно умерим все и так все же было плохо уже еще напал меня город отбил мы и рим ненавидим железо хочет заправну правопрохода наверно не надо поэтому нам бы золотишко побольше давай даже наверное единоразово я бы у тебя взял сколько дашь семьдесят пять дашь шестьдесят пять пять от пять даст мне нужно деньги на 9 апгрейдов леонера я по дизайсу как это будет стоить кстати поэтому так наугад там же без что они дешевле в содержании возможно и дешевле будет стоить но но по поводу лояльности мне можно не париться потому что мой прям сейчас открыл отлично давайте глянем просто сколько будет стоить 65 золота у меня их 9 лет даже на все хватит вау но продолжение собственно сама битва с римом уже следующей серии на этом все спасибо что смотрите я с удовольствием читаю ваши комментарии спонсоры канала все серии смотрят в сообществе для всех остальных серия появится следующая завтра всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока пока